Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Очень жаль, что наша жизнь даже близко не напоминает сказку. Нас на каждом шагу подстерегают различные опасности, которые делают нашу жизнь невыносимой или даже отбирают её. Но так случается с теми, кто просто принимает ситуацию. А те, кто дают обстоятельствам отпор, продолжают уверенно шагать вперёд навстречу новому дню. Мы прекрасно понимаем и уже даже привыкли к тому, что часто наша жизнь идёт не по плану. Мы упорно продолжаем ставить себе цели на следующий день, месяц, год. Но случается так, что несколько слов или одно событие могут всё это перечеркнуть. Как, к примеру, в жизни Майка Перчика. Парень всю жизнь мечтал, что станет журналистом и с помощью своей профессии сможет изменить этот мир. Достичь своей цели оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Много бессонных ночей перед экзаменом, сдача сессии и многое другое не стали для него преградой на пути к диплому журналиста. Тогда казалось, что худшее уже позади, что он быстро найдёт работу, уже готов заявить о себе миру. Но мало работодателей рисковали брать нового работника без всякого опыта работы. Всё же диплом ещё не показатель твоего мастерства. После нескольких неудачных попыток он таки устроился на телеканал ABC11. Ну вот и всё, цель достигнута, а дальше всё только вопрос времени. Но судьба решила задать ему новую подножку. В свои 28 парень услышал от врачей страшный диагноз – рак. Трудно сказать, что это не разбило его, он тоже человек и такое известие добьёт даже сильнейшего. Но он решил, что не позволит этому перечеркнуть все его достижение. Поэтому за несколько дней в своём твиттере парень официально заявил, что всего за 4 месяца сообщит всем о своей победе над болезнью. Такое его сообщение все фолловеры встретили довольно положительно. Они не скупились на слова поддержки, а многие начали делиться своими историями борьбы за жизнь. «Я тоже через это прошёл. Аналогичный диагноз мне поставили в том же возрасте, что и вам. Но если быть максимально точным, то через 2 дня после моего 28 дня рождения. Я никогда не скажу, что это было просто, что этого не следует бояться. Что бы я ни говорил, но все всё равно пройдут это так же, как и другие. Просто попробуйте осознать, что механизм маленькой бомбы внутри вас всегда можно обезвредить. А умелая помощь врачей и ваше желание снова стать здоровым человеком вам в этом помогут. «С того тяжёлого периода прошло уже немало времени. Сегодня мне 34 года. Как ты понимаешь, свой бой я выиграл. И у тебя всё прекрасно получится. Покажи раку, кто на самом деле хозяин твоей жизни», – написал один из пользователей. «Прими наши соболезнования. Это действительно ужасный диагноз, но ты веришь в победу, и это главное». На днях у моей мамы тоже обнаружили рак. Она также заявила, что не поддастся болезни и начинает свою схватку с судьбой. «Я верю, что вам обоим удастся дойти до своей цели. Просто помни, что рядом есть те, кто всегда тебя поддержит», – добавил другой. Следующие 4 месяца стали для Майка настоящим испытанием на прочность. Бесконечные капельницы, обследования, множество курсов химиотерапии и даже несколько операций. В таких условиях хочется просто забыть обо всём и заниматься своим здоровьем. Но Майк решил действовать совсем по-другому, всё это время он продолжал активно вести все страницы в социальных сетях. Каждое его сообщение было переполнено оптимизмом и невероятной силой воли. Примечательно и то, что за это время он ни разу не пожаловался на своё состояние или хоть как-то вспомнил о болезни. А уже в апреле он опубликовал своё последнее фото из больницы, под которым сообщил о завершении курса химиотерапии. И хотя на лице Маска, поверьте на слово, я улыбаюсь, написал Майк. 5 июня на его странице появился новое сообщение. В тот день он как раз получил результаты тестов. «У меня просто отличные новости, я победил», написал парень. Как он и обещал, всего за 4 месяца Майк сумел победить своего страшного врага. Он сразу же начал получать десятки, а то и сотни сообщений от неравнодушных с поздравлениями. Ура, вот это действительно хорошие новости, скорее поправляйся и возвращайся на работу. Тебе и так уже нужно сделать 700 репортажей, поздравили его коллеги. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.